Вакцинация же российской вакцины «Спутник Ви» продолжается. Стартовала она в январе 2021-го, а в эти мартовские дни дан старт второму этапу прививочной кампании препаратам из России. После прививки не мочить, это несколько недель, и полчаса надо сидеть в коридоре, наблюдая за реакцией от организма. Вот такие простые, абсолютно несложные правила. Второй этап вакцинации «Спутником Ви», как и предыдущий, проходит в две ступени с разницей в 21 день. В Новополоцкие медики уже приступили к вводу первой дозы препарата, который поступил в регион накануне. Эта вакцина поступила на базу нашего учреждения, все 400 доз. Запланировано еще привести вакцинацию тех медицинских работников, которые не сумели, не попали в то количество, которое было в первом этапе. А также мы на сегодняшний день начинаем прививать работников социальной сферы, и на следующей неделе к нам будут идти сотрудники отдела образования. То есть это детские сады, школы, различные другие детские учреждения образовательные. С заботой о себе и об окружающих золотое правило людей, работающих в социальной сфере и образовании. Поэтому вопроса вакцинироваться или нет сегодня не возникает. Решение, наверное, это в первую очередь забота как о своем здоровье, так о здоровье, наверное, своих детей, чтобы не принести домой и не заразить свою семью. Ну и, естественно, работая в таком учреждении, понимаете, это, ну, отчасти какая-то обязанность перед теми детьми, с которыми мы работаем. Да, ну, болевых ощущений, ну, обычная прививка. То есть никаких тут особо таких более сильных не испытывали. Уже в апреле в Беларуси планируется массовая вакцинация населения. В настоящее время активно ведется подготовительная работа в этом направлении. На базе двух поликлиник Новополоцка, первой и четвертой продолжают работать телефонная запись жителей города, желающих провести вакцинацию против коронавируса. Люди звонят. Конечно, хочется сказать, что основной, конечно, процент – это лица пенсионного возраста. Поэтому мы рекомендуем все-таки лицам трудоспособного возраста, которые, может быть, не относятся к той сфере работы, которая подлежит еще будет вакцинации в последующем, тоже как бы рассмотреть этот вопрос и запланировать вакцинацию. А тем временем в Беларуси выявлены первые случаи инфицирования британским штаммом COVID-19. Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц прибывших из-за рубежа – это Польша, Украина и Египет. Частично несколько человек инфицированы на территории страны. По словам министра здравоохранения, пациенты в Беларуси, у которых был выявлен данный штамм, болеют не тяжело и не находятся на стационарном лечении. Со слов руководителя Минздрава, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции развивается в пределах сделанного ранее прогноза. «Британский штамм, как и другие штаммы, должен был прийти в популяцию эпидемических штаммов нашей страны. Я не вижу причин для паники. Это не означает то, что мы не должны прогнозировать рост заболеваемости. Но он в большей степени связан с весенним подъемом, наслаивающимся на обычные сезонные заболевания, которые характерны для нашей страны», – прокомментировал ситуацию министр. Однако, пока такого роста заболеваемости в Беларуси не наблюдается, по уровню заболеваемости мы примерно ниже на 40% от осеннего пика, если анализировать по тяжелым и средним случаям, когда попадают на госпитализацию. Сегодня система здравоохранения продолжает находиться в состоянии готовности. Не ослаблены режимные мероприятия. Касающиеся респираторного этикета, рекомендации по соблюдению масочного режима останутся до летнего сезона, а может быть и более, заявил глава Минздрава. Напомню, что в Новополоцке масочный режим пока продлен до 1 апреля.